Итак, программа «С новым утром» продолжается. Уважаемый телезритель, как обещали, в нашей студии появился гость. Не просто гость, а интересный гость. И это слово хочется применять к нему снова и снова, потому как это заместитель руководителя информационно-аналитического департамента Всемирного антитеррористического фонда. Антитеррористического фонда, да. Илья Степанов. Илья, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Илья, такой вопрос. Во-первых, несколько слов об этом антитеррористическом, антитеррористическом фонде. Расскажите нам, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Ну, сам фонд занимается, в первую очередь, работой с людьми, пострадавшими, либо взаимосвязанными именно с террористическими актами. Допустим, это дети, которые потеряли родители. А наш департамент непосредственно занимается как раз профилактикой помощи, противодействия актам террористическим. То есть это работа с точки зрения антитеррористической деятельности в аэропортах, то есть в метрополитене сейчас, РЖД-узлы, то есть как таковые. Дальше. Это, в принципе, работа, аналитическая работа, с точки зрения работы с госорганами. То есть это МВД, это ФСБ, то есть это Главное военно-следственное управление. То есть такая работа в госсекторе. То есть помощь, выявление, а также предотвращение и прочее. Ну и скажите, пожалуйста, вот так же есть техника определения лжи. Да. Методика определения лжи. Как вообще вот это работает? Можно ли этому научиться? Можно. Вот некоторые приемы какие-то, может быть, но это всегда же интересно. Все очень просто, на самом деле. Если человек хоть немножко уделит вот время себе, поразвивает это в себе, то освоить это несложно. Более того, там, да, то есть не нужно там сколько-то десятилетия, двадцатилетия, да, то есть время уходит много на то, что подготовиться, но кому-то год, да, кому-то несколько месяцев, в зависимости от режима подготовки. По каким признакам? Смотришь на человека, по внешним проявлениям, по тому, как работает мимика, работает вся жестикуляция. То есть не только руки, да, но и ноги, и корпус, и голова, это тоже жестикуляция. То, как человек говорит, то есть структура речи, то есть как он строит, как он себя ведет, да, то есть все по внешним признакам можно понять, правда, неправда, что с этим делать дальше. Единственное, многие заблуждаются, да, когда начинают этим заниматься, что вот я сейчас научусь, и меня перестанут обманывать. Обманывать не перестают, просто ты начинаешь это видеть. Вот, знаете, я перебью вас и сталкиваюсь с жизнью с тем, что когда общаюсь с человеком, я вижу, что он лукавит или преследует какую-то собственную выгоду, и это для меня так очевидно, но люди, которые вот рядом со мной, и которые также общаются с человеком, не видят этого. Ведь не станешь же вот так вот, как идти, как Данка, держа сердце впереди, говоришь, что этот человек врет, не верьте ему. Приходится вот, как бы, знаете, как говорил Фаина Раневская, наличие музыкального слуха – это наказание. Да. Те, кто не имеет слух, слышат везде фальш. Я представляю, как вам тяжело. Практически так и есть. Но тут вопрос... Вы видите всех людей? Ну, не то чтобы всех. Ведь это тоже такая нагрузка. Тратить время, допустим, заходишь в торговый центр, там же куча людей. И все говорят, и что ты всех видишь? Ты говоришь, а зачем? Вот они идут, у них там свои проблемы. А если брать Москву, так там вообще все такие грустные ходят. Я представляю историю. Илья стоит с товарищем в магазине, мимо проходит пара, мужчина и женщина, ругаются на какую-то тему. Мужчина что-то доказает, да нет, вот мы вчера были с друзьями абсолютно, в мужском коллективе. Он вам врет, у него дергается левый глаз. И все, вот, конец брака. Практически так можно делать, но зачем лезать чужие отношения? Иногда проще. Я телевизор сейчас не смотрю, потому что... Вы боитесь, да? Ну, не то, чтобы боюсь, столько ненужной информации иногда, просто я работаю еще в политике достаточно, и иногда знаешь больше, чем показывают. Иногда просто проходишь мимо телевизора, говоришь, а, в принципе, брешет, можно не смотреть дальше, да, то есть поехали. Это раз. Некоторые у нас, те, кто начинают учиться, вот у него есть любимая передача, Дом-2, например. Он берет, садится, говорит, вот ты любишь смотреть? Говорит, люблю смотреть. Да просто садись, звук выключай и анализируй. Мы говорили о приемах, которые говорят, что человек немного лукавит, да, или пытается скрыть какую-то информацию. Есть ли какие-то вот конкретно приемы, которые мы бы могли вот в повседневной беседе использовать, да, в повседневном общении? Да. Ну, к примеру. Ну, наверное, первый пункт, который просто стоит усвоить. Если человек во что-то верит, то есть так вот самообманывается, то, во-первых, это не ложь, просто стоит усвоить. То есть, если, допустим, вы мне что-то расскажете, это будет неправда, а я в это поверю и пойду дальше рассказывать, то я уже не лгу, потому что у меня не будет признаков. Фантазия – это тоже не ложь. Ложь появляется, когда есть умысел обмануть. Например, это может быть выгода, а может быть и защита от какого-то дискомфорта. Например, в бытовом контексте в отношениях. Я не хочу, чтобы меня сейчас доставали лишними вопросами. Поэтому на вопрос «Как дела?» я отвечаю «Хорошо». И первый признак лжи, который у нас должен просто вот такой заострить внимание, это когда то, что мы говорим и то, что показывает наше тело, они расходятся. Я говорю «хорошо», а где это «хорошо» на лице? Где улыбка, где вот эти вот, назовем так, живые глаза, где вот этот «хорошо». Здорово! That's amazing! Из этого уже разряда. Дорогой, как тебе вот ужин, который я приготовила? Вкусно. Я на лице показываю такое микровыражение, да, то есть отвращение. Вкусно. Это уже расходится. Видно, что вы обманываете, Илья. Конечно. Я могу вас читать. Вкусно. Ну и в завершении нашей беседы, Илья, что мы пожелаем нашим телезрителям, директорам компаний, больших крупных корпораций, которые работают с людьми, которые работают с большими финансовыми потоками, с небольшими, ну как бы вот, что мы можем пожелать? Если брать пожелания директорам, то это лучше заниматься профилактикой в компании, потому что, когда уже что-то украли, когда уже утащили информацию, лечением заниматься, во-первых, дороже, во-вторых, уже опаснее, потому что иногда директора замечают уже позже, когда уже вред нанесен. А профилактика, когда происходят периодические проверки персонала, Когда есть какой-то внутренний специалист, который все это выявляет, это проще. А вообще людям хотелось бы пожелать, наверное, чаще говорить правду, потому что правда делает нас свободнее. Совершенно верно. Ну что же, честно, откровенно хочу сказать, что я рад тому, что этот человек был в нашей студии. Много всего интересного. Сейчас за эфиром будут расспрашивать его. Илья Степанов, заместитель руководителя информационно-электрического департамента Всемирного антитеррористического фонда. Большое спасибо, что пришли к нам. Ну а вы, вашим телезрителям, не переключайтесь, оставайтесь с нами.